Да, за полгода это офигение. Повыши. За полгода. За полгода до начала до сентября. А это не в ноябре. Там на веке на 9. У нас в декабре людей цены не много. Это было в октябре. Месяц это очень существенная дата. Нет, нет. За 6 когда? Летом? Да. Время высокого сезона месяца. Мы действительно со всеми музеями практически договорились проводить договорную кампанию в середине лета. Мы долго в Эрмитаже об этом убеждали. В Петербурге и так далее. Здесь, конечно, безусловно, эта ситуация была бы намного проще, если бы эта ситуация была озвучена хотя бы в середине лета. Но я хочу другое сказать. А вот заканчивая на вопрос, отличая от того, который ко мне поставлен, мы 4 раза на комиссии обсуждали, коллективно. Да, все мы приглашаем. Я приглашаю вас. У нас открытое заседание. У нас в Питере тысячи, знаете, всегда информация. Мы-то общественная организация. Мы не понимаем решение вот так вот просто. Почему это? Почему это? Меня, нет, все-таки интересует, ну, с одной стороны, позиция Сергея Евгеньевича, да, и с другой стороны, вообще комитета администрации города по этому вопросу. Я пока понимаю, что вот Сергей Евгеньевич поддерживает такое решение усреднение цены за счет повышения цен российским гражданам и снижения иностранных. Правильно ли вы? Я поддержу то решение, которое поддерживает наши члены. У нас все решения, да, это коллегиально. Вот было принято решение, что мы за усреднение цены на комиссии, и мы это решение исполняем, да, в соответствии с данными нам поручениями. Не более того, лично Сергей Евгеньевич, что в фирме не имеет, иностранных гражданам. Хорошо, понятно. То есть, ну, тем не менее, вы что же считаете правильным, что это несправедливость, дискриминацию, так называемую, между российскими гражданами и иностранными нужно ликвидировать? Вот таким путем, да? Хорошо, тогда вот в логике этого почему бы нам не, вам, я не знаю, не обратиться к председателю правительства, президенту нашей России. Давайте, у нас есть дискриминация сегодня по цене бензина, по цене газа. Давайте тогда сейчас предложим выровнять цены. Пускай не будет дискриминации между гражданами России, Европы, мира. И таким образом поднимем цену на бензин, а там снизим. И все будет замечательно. Разве это не справедливое? Давайте мы вернемся к советским временам и сделаем аналог.